С вами Виталий Мечуковский и в этом видео мы разберемся, как делать эффект драгона на фотографии. Про эффект драгона многие слышали, многие могут учесть в интернете. В двух словах, что это? Это вот такой сильный, драматический, глубокий, даже отчасти готический эффект на фотографии. Очень классно смотрится, когда на фотографии пожилые люди. За счет большого количества морщин и перехода света и тени, это получается очень круто, очень насыщенно. И вообще очень-очень классно. Итак, я взял фотографию из интернета, вы можете взять любую фотографию, если у вас есть фотография пожилого человека, и можете с ней работать. Первое, что нам понадобится, это создать, конечно же, дубликат, мы не работаем с оригиналом, то есть просто нажимаем Ctrl-Joker, да, почему Joker, потому что многие потают G и J, ну Ctrl-J. Создали дубликат и для начала мы его обесцветим. Ctrl-Shift-U, вот, стало все черно-белым, и режим наложения мы сразу меняем на перекрытие. То есть наша задача сейчас повысить контраст максимального изображения. Теперь мы подкорректируем этот контраст при помощи инструмента уровней. Ctrl-L, и подвигав точки вправо-влево, мы сможем с вами, видите, сделать контраст чуть мягче, больше. То есть я чуть затемню, пусть меня интересует, чтобы контраст был сильный. Отлично. Вот так, хорошо, все отлично. Дальше мы еще сильнее затемним изображение. Вот, то есть мы добавляем эту глубину, драматизм. Для этого мы создаем новый пустой слой. Кликаем на миниатюрку пустого слоя. И идем во вкладочку изображения и выбираем внешний канал. Да, то есть загружаем какой-то из каналов. Синий канал и режим умножения. Вот, вот, отлично. То есть черно-белый вот такой, да? Хороший, глубокий. Почему синий? Потому что на синем максимальный контраст именно кожи. Вот, в цветовое обрешение. Вот, мне максимально нравится, поэтому берем синий. И режим этого слоя, уже режим наложения этого слоя, меняем на умножение. И наша картинка стала еще более темная, да? Ну, настолько темная нам прям не нужно, поэтому мы непрозрачно сбавим процентов до 60. Отлично. И теперь мы вернем все-таки светлые детали в некоторых местах. То есть поправим светодатиновый рисунок. То есть нам нужно хотя бы, чтобы глаза были видны. Сейчас это просто два черных пятна, вообще непонятно. Вот, вывел кто-нибудь. Фу-фу-фу. Да, очень такой черный юмор у меня набывает. Итак, опять-таки мы создаем новый слой. Кликаем вот сюда. И идем в вкладочку «Редактировать» и «Выполнить заливку». Здесь выбираем в содержании 50% серого и нажимаем «Ок». Слой залит серым. И теперь, чтобы менять, то есть работать с контрастом, мы переключаемся в режимах наложения на мягкий свет. Все, картинка такая была. Дальше будем работать с осветлителем и затемнителем. Итак, вот здесь у нас инструментик «Осветлитель». Мы его выберем. Вот он, осветлитель. Так, экспонометр 25% больше нам не нужно. Диапазон средний. Тона. И можно уменьшить диаметр кисти. То есть нам не нужна большая кисть. Главное, чтобы она была мягкой. Так, теперь увеличим масштаб. Вот этот плюсик. И вот там, где глаза, мы немножко покликаем, чтобы их все-таки как-то отсветлить. Есть. Осветляем глаза. Вот. Проступают наши глазки. Отлично. Хорошо. Глаза мы уже видим. Теперь пройдемся по светлым участкам. Вот. Он у нас очень сюда. Это очень круто. То есть. Пойдемся по седине. Чуть-чуть ее подосветлим еще сильнее. Так. Здесь вот над глазами можно сделать чуть светлее. Угу. И под глазами немножечко тени все-таки поубираем, чтобы не так они жестко выглядели. Есть. Так. Можно еще по светлым участкам здесь пройтись. Отлично. Хорошо. Затемнять там ничего не нужно. Мы и так играемся с контрастом. Так. То есть наш слой добавил нам наших деталей. Да. То есть у нас тут глаза появились. Мы чуть добавили света. И следующим этапом мы прорисуем еще сильнее детализацию сделаем. Прям жесткую детализацию сделаем. Потом будем цветокором заниматься. То есть теперь все, что у нас есть. Вот все наши рисунки мы объединим на один слой. Для этого нажимаем Ctrl-Alt-Shift-E. Вот. Всю руку задействуем. И теперь этот слой мы опять обесцвечиваем. Да. Только на сей раз мы это делаем чуть по-другому. Мы идем в изображение. Коррекция. Здесь есть вот черно-белое. То есть сейчас мы будем оставлять детализацию. То есть лучше это делать на ЧБшном изображении. Так. Немножко поиграемся. Так. Есть ЧБшное изображение. Дальше фильтр. Другое. Цветовой контраст. Так. И здесь, я думаю, одного пикселя будет более чем достаточно. Сжимаем ОК. И данный слой режим меняем на перекрытие. И сразу детальчики. Видите? Сразу детали вырисовались. Сразу стало гораздо интереснее. Так. Итак. Теперь должна нашеть драгона. И один из важных моментов. Это как бы цвет кожи. Потому что в данном случае, видите, у нас получилась такая, ну, прям медный цвет кожи. Слишком красный. Нужно это исправить. Мы создадим новый корректирующий слой. Да. Вот здесь. Выберем. Это у нас будут кривые. И мы подправим сейчас только красный канал. Выбираем красный канал. Вот. И его чуть-чуть уводим. Вот прям вот чуть-чуть. Да? Чуть-чуть красный убрали. Можно даже в тенях. В тенях очень чуть сильнее убрать. Вот. Отлично. Теперь мы подведем наш цветофор. Сделаем все это как нужно. После чего придадим максимальный интересный эффект. Опять-таки сводим все на один слой. Shift-Alt-Ctrl-E. И вот раз введем вкладочкой Filter. Filter Camera Raw. Да? И здесь мы уже подкорректируем. Там работа с цветом более приятная, более быстрая, более удобная. Можно, конечно, делать через кривые уровни, цветовые балансы. Ну, здесь прям все есть. То есть первое, что я хочу сделать, сделать его чуть теплее это изображение. Или чуть холоднее, по вашему мнению. Я чуть теплее делаю. Добавлю плюс два. Так. Усилю контраст. Значит, чуть уменьшу. Можно добавить еще четкости. Да? То есть еще сильнее вырисовать детали. Я немного убираю насыщенность цвета и красочность. Чуть-чуть убираю. Вот так. Есть. Совсем по чуть-чуть. Можно сделать более глубокие тени, да? Но нам наоборот, как бы это ни к чему. Вот мы тени и затемнения покорректируем. То есть я хочу более-менее ровный. Вот. Белый можно сделать еще белее, но нет смысла. Так. Свет. Думаю, можно чуть-чуть увести. Минус 9. Отлично. Так. Вот здесь во вкладочке мы можем теперь с цветом работать. Ну, красный можно светимость убрать. Аквамарин нам вообще не нужен. Насыщенность. Ну, оранжевый цвет. Цвет кожи. Мы можем поиграться его насыщенностью, да? Я вот хочу такой вот менее насыщенный цвет. Такой вот. И вот в эффекте драгона больше люблю приближение все-таки к черно-белому изображению. Ну, вот тянет мне к такому. Да? Ну, мы сейчас с вами посмотрим, что получится. Так. Есть класс. Нажимаем ОК. Дальше дублируем слой. И опять-таки идем во вкладочку изображения. Коррекция черно-белая. Мы почти у финиша, да? То есть здесь мы теперь поиграемся нашими каналами. Режим меняем на умножение. Да, вот такой вот он темный получается. Вот такой насыщенный цвет коричневый. Так. Непрозрачность ставим. В данном случае уже 20%. Есть. И последние штрихи. Мы добавим... Опять все, новый слой. Ctrl, Alt, Shift, E. Мы добавим еще немножко резкости и немножко винетируем. И потом чуть-чуть пресветлю. Опять фильтр. Другое. Цветовой контраст. Пол пикселя в этот раз ставим. Вот так. Точечка 5. 0.5. Никак точку не поставлю. 0.5. Опять-таки перекрытие. Ctrl, Alt, Shift, E. Фильтр. Камера. Роу. Там есть отличный... В EFX есть отличное винетирование. Растушевочку здесь ставим просто на 100%. Вот. Можно добавить немножко дынки или убрать. По вашему желанию. Можно чуть-чуть зерна добавить. Зерно в фотографиях я иногда люблю. Можно чуть-чуть добавить. Ну и последний штрих. Опять-таки кривые. И мы устраиваем наш уже цветовой рисунок. Так. Немножечко приосветлим. Зеленый уведем. Есть. Так. Оставляем от этого всего дело 50%. Последний корректирующий слой, цветовой тон, насыщенность. Так. Насыщенность я чуть смещу. Так. Ну и все. Это на последний слой объединяю. Ну и теперь можно посмотреть, что же у нас получилось. То есть была у нас вот такая картинка и стала она вот такой. То есть более глубокой, более драматичной, более интересной. Надеюсь, видео вам понравилось. Любые вопросы, комментарии, предложения, как всегда, комментариям к видео оставляем. Если нравится лайк, нравится дизлайк. Все как обычно. Не забываем подписываться. А с вами был Виталий Мечуковский. И до встречи в следующих видео.